Футбольный клуб «Рух» Команда молодая, поэтому, естественно, что где-то психологически было сложно настроиться на матч, присутствовал определенный невроз. Опять же, Ярослав Ирочкевич, да, это вообще его первый матч в высшей лиге в стартовом составе, поэтому, естественно, что определенное такое волнение присутствовало у игроков. Но самое важное, что они с этим справились, состояние. Проблем с составом нету. Да и вообще, как бы, сейчас игрок должен быть универсальный. Поэтому мы многих игроков в межсезонье на непрофильных для них позициях наигрывали, поэтому, в принципе, для них... Не скажу, что удивлением было сыграть, допустим, для того же Тихого, центрального защитника. Он не удивился, он играл на этой позиции, мы знали, что он может сыграть. Поэтому, как бы, театр проблем не видят. Проблем с составом нету. Поле на Брестском надо восстановить, поэтому, естественно, что переехали сюда. Здесь поле готовили в течение месяца, поэтому оно не хуже по состоянию. Поэтому нормально. Пару дней еще здесь позанимаемся, дальше вернемся домой. У нас стандартный микроцикл семидневный. Два дня отдохнули. Сегодня такое, так называемое, адаптационное занятие. Немножко надо стонизировать, вернее, после двух выходных. Завтра уже будет у нас скорость на силовая направленность. Двухразовое занятие, где они по совокупности возьмут большую нагрузку. После этого в пятницу у нас активное восстановление. Суббота перед игровой, стандартное занятие, активизация. И все, в средстве не играем. Выхожу, помогаю партнерам и делаю свою работу. Хотя очков не прибавляется, но очко только сзади ноль. Тогда можно на что-то рассчитывать. Так пока пропускаем в каждом туре и плюс. Забиваем и очень быстро пропускаем. Наверное, теряем какую-то концентрацию. Будем работать, наверное, над этим. При счете 1-1 был момент у Лисаковича. Играл по мячу, но тут, наверное, больше повезло, что там мог и от рук моих залететь в ворота. Так что я... Хотя, если честно, вели 1-0 и обидно. То, что увезли Солигорска одну очко. Хотя, я думаю, мы должны были по игре побеждать. Ну, мне кажется. Да, были какие-то кадровые проблемы, но у нас мастеровитая команда все могут заменить. И у нас нет, наверное, основных. Все вышли с Солигорском, отработали. Играть с Солигорском было замечательно. Ну, никто не выпал, все сыграли. То, что я выйду с первых минут, скорее всего, это в начале недели было известно. Потому что там наигрывали, туда-сюда. Оценивать свой дебют. Ну, пускай тренер оценивает мой дебют. Все знают прекрасно, что Шахтер одна из, скажем, команд порющая за лидерство, за чемпионство. Мы готовились к тому, что игра будет тяжелой. Так, чтобы там, что-то такое ого-го не было. Выстрел от мяча тот же. Атаковали неплохо. А так, как обычная команда. Ну, получил желтую, там, на какой-нибудь 30-й минуте. То, что там меня начало это как-то сковывать. Там, где-то не добежать, не доиграть. Такого не было. Впервые только сказали, смотри, аккуратно. Не получи вторую, не удались. Все. Вроде выполнил. Мы, конечно, ехали за победой. С чем ехать? Там, за ничьей какой-то. За тремя очками ехали. Ну, немного не повезло. Хотя, может, где-то и повезло. Но ехали за тремя очками. Друзья, тяжелейший матч против Шахтера позади. Но впереди у нас не менее важная домашняя встреча против Белшины. Кстати, билеты на этот матч уже доступны на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал. Мы стараемся каждый день выкладывать для вас новое интересное видео. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok